У фестиваля классической музыки «Январские музыкальные вечера» богатая 36-летняя история. За это время на сцене Брестского академического театра драмы друг друга сменили десятки артистов и коллективов, но неизменным оставалось одно – организатор и идейный вдохновитель проекта Лилия Батырева. Все абсолютно стили музыкальные всегда звучат у нас. Высокая музыка, высокие мастера звучат на этом фестивале. Это фестиваль большой, не то что классический, он для всех понятен. И Брест воспитан на такой музыке. Символический старт масштабному действу дал председатель горосполкома Сергей Лободинский. 36-е январские вечера начались благодарности неизменному директору и идейному вдохновителю музыкального праздника Лилии Батыревой. Я хочу поздравить всех, поблагодарить организаторов. И, наверное, в эти январские вечера мы должны, наверное, с какой-то долей совести и благодарностью сказать одному из сидящих здесь в зале слова теплоты, творчества, какого-то вдохновения, которое она придаёт этому мероприятию, части жизни. Это, наверное, почётный гражданин города Бреста, директор фестиваля, заслуженный деятель культуры. И зовут её Лилия Григорьевна Батырева. Первым коллективом, выступившим в рамках фестивальной программы, стал образцово-показательный оркестр Вооружённых сил Республики Беларусь. Солисты оркестра исполнили попури из популярных бессмертных шлягеров, белорусских и российских композиторов. Но до самых глубин души Брещан коснулась потрясающая музыка Энио Мариконе, которую мы можем узнать в саундтреках к любимым старым фильмам. Глядя на чарующую атмосферу, царившую в театре драмы, можно с уверенностью сказать, слушатель остался в восторге. Надо, наверное, отдать должное, что это уже 36-й фестиваль международный. Классика, она всегда была нечто утончённым. И очень отрадно, что наш полный зал подтверждает тому, что люди верят и ждут новогодние дни, чудеса, продолжение Рождества. Это, наверное, упоение и гордость, что мы первые в стране открываем этот международный фестиваль. Это подтверждение тому, что наши традиции сильны, и искусство сегодня вдохновляет, наверное, всех нас на нечто доброе, в пожелание, наверное, уже рождественских праздников, всем вот этого терпения, уюта, благодействия, ну и, наверное, просто человеческого счастья и мира всем нам. Я уже не первый раз на таких замечательных мероприятиях. Вообще, спасибо большое городу, спасибо большое вот этому замечательному человеку, который, ну, вдохновляет нас и действительно показывает нам замечательные музыкальные вечера. Спасибо. Чего больше всего вы ожидаете от этих неважных вечеров? Вы знаете, я вообще любитель симфонического оркестра, и поэтому для меня, ну вот, вся симфоническая музыка, какая бы она ни была, для меня это всегда праздник. Знаете, каждый, каждый фестиваль, он чем-то отличается друг от друга, и хочется и большего, и большего, и большего. И 36-й, после очень длительного такого перерыва, связанного с различными обстоятельствами, надеемся, что этот будет лучше предыдущих и оправдает наши надежды. А чего больше всего в программе ждать? Еще обстановление? Новизны. Я сюда прихожу за состоянием, потому что это редкая возможность соприкоснуться с живыми инструментами, с звуками классики. А это, знаете, как на уровне вибраций исцеляет. Можно не ходить к психотерапевту так часто, а слушать классическую музыку и исцеляться. А уже сейчас, во второй фестивальный день, Брест встречает российский театр музыкальной антерпризы «Буф Парадис» с оперетой Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Василина Луцкевич, Андрей Щервой, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.